Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Видела завораживающий русский, где мы говорим о самых интересных словах русского языка. Пожалуйста, ставьте лайк, чтобы показать мне, что мои видео вам нравятся. И также смотрите у меня на сайте подкасты, статьи каждую пятницу и, конечно, мой клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных людей. И сегодня у нас слово «общепринятый». Что значит «общепринятый»? Общий значит для всех или для нескольких людей. Не для одного человека, а для многих людей. Общий. Например, в нашей семье общий компьютер. Для всех детей общий компьютер. То есть не индивидуальный каждый раз, а общий. Общий компьютер. Или, например, можно сказать на нашей фирме общая кофемашина. У нас в фирме общая кофемашина. Значит, для всех одна кофемашина. Общепринятый. И принятый – это от глагола «принять». «Принять» значит сказать «да, мне это подходит, мне это нравится, я думаю, что это нормально, я буду так делать». Например, принять, принять такое мнение. То есть сказать «да, ты так думаешь, я не против». И общепринятый значит что-то, что все принимают, что все люди приняли. Общепринятый. Ну, например, общепринятая норма. Общепринятая норма. Что это может быть? Ну, когда мы заходим в магазин, мы говорим «здравствуйте, это общепринятая норма». То есть все думают, все согласны, что это нормально. Общепринятое правило тоже. Это когда что-то, что все делают. Например, сейчас, когда мы приходим на работу, мыть руки, да, это общепринятое правило. Хороший тоннер. Общепринятое правило. Ну, также может быть общепринятое название. Это может быть что-то неофициальное, что официально так не называется, но люди все так называют. Например, у вас в городе может быть мост или супермаркет, и у него нет официального названия, но все его называют так. Например, его называют супермаркет на углу. Да, угол, супермаркет на углу. Давай встретимся около супермаркета на углу. Или давай встретимся на углу. И это общепринятое название этого места. Это неофициальное, но все так его называют. А, дорогие друзья, пишите, пожалуйста, ваши примеры под видео. Напишите, какие в вашей стране, в вашем городе есть общепринятые нормы. Напишите и ставьте лайк, и, конечно, подписывайтесь. Спасибо, что смотрите. Пока-пока!